добрый день друзья сегодня кузнеца тест-драйва снимет маленький отчетный ролик работах над и карусом и посетим как наш москвит 403 у которого давным давно не были посмотрим что там поменялось что еще надо а сегодня мы везем к володе к нашему мастеру заднюю крышку капота сикаруса бамперы нижний фартук задний все на покраску и как раз более детально их от снимем покадруем чтобы вы увидели сколько когда вы внешне все блестит и внутри как гниет металл итак друзья что мы привезли мы привезли уже от песочную работу морду с москвича 403 мы к нему сходим чуть-чуть попозже вот так вот оно все получилось потом от песочили мы расширительный бачок он сколько дырок выплыло их надо все запаивать и красить придется обычной краской грунтовать красить дырок здесь конечно немеряное количество но хотим поставить оригинально также у нас идут две штанги под зеркала мы их от песочили пескостру или точнее запечь краска не получается потому что температура большая здесь у нас идут резиновые такие у нас на балдашнике они просто расплавятся поэтому тоже будем красить обычной краской грунтовать также у нас задний фартук сакаруса в покраску володе привезли ну и крышку двигателя сакаруса сейчас мы покрупнее все здесь возьмем покажем что погнила она тоже очень хорошо есть вот такие места поэтому работы володе здесь не предстоит очень много но сейчас давайте пройдем посмотрим что что как у нас поживает москвич расскажем вам покажем чтобы ответим на некоторые ваши вопросы итак друзья вот наш москвичок 403 как видите работы по нему застопорились связи с тем что сейчас все силы мы кинули на восстановление нашего и карус 256 очень хочется быстрее сесть за него за руль и с вами прокатиться пообщаться я думаю это будет приятный теплый день в общении с единомышленниками за что мы здесь увидели из изменений это то что володя уже подогнал во первых все крылья были восстановлены передней они уже подогнаны как они должны стоять и у нас тут возникла проблема если помните мы достали новый капот ссср времен ссср но к сожалению сейчас мы все покажем володя стал реставрировать родной почему потом это мы сейчас все увидим сейчас он их принесет но также вы видели что мы от песочили фартук фартук будем тоже восстанавливать родной поэтому в принципе металл у нас получается на машине кроме заднего крыла и порогов осталось все родное так что но это я считаю тоже как бы плюс этому экземпляру будет тем более отдельное спасибо там нам подсказали где продается такой же москвич штука 59 года один из наших подписчиков нам написал уже скину фотографии я думаю что на этой неделе вряд ли наверное потому что 300 километров от киева вот на следующей неделе мы обязательно к нему прием в гости все снимем покажем ребят но теперь пошлите посмотрим что у нас делается с капотами в чем разница запчасти времен ссср и оригинальный капот который устанавливался на автомобиль вот мы видим два капота вот наш родной и вот новый который мы достали самая главная заморочка это то что вот эти вот расстояние здесь и вот здесь они разные но даже зрительно видно и разница хорошие там где-то в районе сантиметра поэтому когда капот ставятся на родные отверстия на навесы за понятно что он получается кривой можно конечно из этого выйти пересверлить отверстие но мы решили этим не заниматься володя точнее решил вот и отреставрировать капот тот который стоял вот здесь даже видно что здесь эти расстояния все идеально ровные поэтому капот уже как вы видите пошел в работу здесь уже все выровнено зачухано так что я думаю что капот получится песня как пообещал володя и вот в чем еще отличие в советское время было запчастей запчасти это на запчасти всегда шел уже брак вот это кстати еще одно доказательство поэтому если вы достали какую-то новую запчасть еще раново цена радоваться как говорится рано тем более это уже не первый такой ты такая встречка у нас с новыми запчастями ну что если например взять даже жигулевские двери на классику да по ребру должно быть 91 сантиметр а мы находили двери и восемьдесят восемь сантиметров обзорки 3 сантиметра дверь короче ну представьте какие зазоры чтобы ее поставить надо поэтому что имеем то имеем ну мы немножко вкратце показали рассказали что работы идут я думаю что за неделю володя покрасит то что мы сегодня привезли и это за эту неделю мы как раз сделаем топливную систему на и карус и в принципе потом остается только покраска углов и каруса и полировка автобуса поэтому я думаю что планируем так неделя за полторы все это закончить вот немножко вам показали москвич я думаю что ответили на самый главный вопрос комментариев почему москвича долго нет потому что в принципе володя им занимается только в свободное от каруса время а это очень мало времени остается к сожалению друзья подписывайтесь наш канал чтобы быть в курсе всех наших событий пишите нам комментарии они очень нам интересны и важны для нас советуйте друзьям и не забывайте что мы куем для вас тесты на земле в воде и воздухе до свидания друзья до новых встреч и 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 Субтитры подогнал «Симон»